Уже больше года я довольно плотненько пользуюсь фотоаппаратом Canon M50. К этому времени накопилось уже немножко объективов и какой-никакой, но опыт использования. Поэтому сегодня я хочу буквально пару слов сказать о своём опыте, вернее о двух-трёх настройках, которые мне здорово облегчают жизнь. Первое, что я могу посоветовать, особенно новичкам, это вызов электронного уровня. Вот так он выглядит, и он здорово помогает избежать фотографий, на которых горизонт будет завален. Когда люди начинают фотографировать, они в какой-то момент замечают, что им не нравится видеть заваленные дома, падающие на бок, или горизонт заваленный, особенно когда вода, и такое ощущение, что она вот-вот должна вытечь куда-то вбок из кадра. Поэтому начинают обращать внимание на то, чтобы снимки были горизонтальны, и вот в этом случае очень поможет электронный уровень. Заходим в меню, на четвёртую закладочку настроек, заходим в пункт отображения информации о съёмке, самая верхняя строчка настройки информации на экране, и видим пять строчек с галочками. Каждая строка — это страничка, которую мы в режиме съёмки можем отображать, циклически нажимая на кнопочку «Инфо». Раз, два, три, четыре, пять. На каждой из страничек у меня настроено разное количество информации, которое я вижу на экране. Обычно у меня в использовании либо вот эта страничка, либо вот эта, там, где полная информация о съёмке. И тогда, когда мне нужно вызвать электронный уровень и гистограмму, я отображаю вот эту страничку. Таким образом, войдя вот в меню «Отображение информации о съёмке» и «Настройка информации на экране», каждый из экранов мы можем настроить. То есть ещё раз нажимаем кнопочку «Инфо», и вот на этой страничке я буду видеть основную информацию о съёмке и буду видеть экранные кнопки. На второй страничке, если я зайду к клавиши «Инфо», то здесь у меня уже стоят три галки. То есть на этой страничке я буду видеть основную информацию о съёмке, подробную информацию о съёмке и экранные кнопки. Третья страничка у меня настроена так, что у меня стоят все галочки. То есть вот ещё четвёртая строчка. Это у меня будет отображаться гистограмма, и пятая строчка включена. Это значит будет отображён электронный уровень. Четвёртая строчка и пятая ненастраиваемые. Здесь мы видим чистый экран только с рамкой фокусировки, либо информацию цифровую, без изображения того, что видит матрица. Выхожу из меню, и вот теперь у меня на экране при циклическом нажатии клавиши «Инфо» меняется количество информации вспомогательной, которая нужна мне во время съёмки, в том числе и электронный уровень. Здесь надо отметить одну небольшую особенность. Если вы проделали всё, что я сейчас показал, и у вас уровень не появился, такое может быть. Дело в том, что в режиме фокусировки, когда включена фокусировка по лицу, режим называется слежение. В этом режиме фокусировки электронный уровень не вызывается. То есть, если у вас электронный уровень не появился, зайдите в меню и посмотрите, не стоит ли у вас метод фокусировки слежения. Электронный уровень будет появляться только в зональном автофокусе, либо в точечном. Да, ещё то, что касается гистограммы. По умолчанию, значок гистограммы у вас может появиться большой. У меня он маленький. Это потому, что я зашёл в настройку отображения информации о съёмке, отображения гистограммы, и размер я с большого переключился на маленький. Просто большой у меня показалось излишне, занимает много места, а маленький для такого экранчика в самый раз. Это первая, как я считаю, очень полезная настройка, которая позволит вам снизить количество брака. Фактически, ко всей информации, которую мне нужно было бы поменять, как то выдержка, диафрагма, установка ISO, эти три параметра, они доступны буквально нажатием пальца, и это занимает доли секунды. А вот для того, чтобы поменять настройку баланса белого, надо зайти в менюшку, надо зайти в это облачко, и только здесь можно поменять цветовую температуру. Поэтому установка баланса белого через общее меню меня как-то не очень сильно устраивало, и я назначил вызов меню баланса белого на кнопку Function. Она вот находится сверху, на верхней панельке. Нажав на неё, у меня вызывается на экран полное меню настройки баланса белого, и здесь я сразу пальцем могу выбрать то, что нужно. Это выгодно отличает способ вызова через главное меню, потому что здесь мы видим не все иконки сразу, и нам нужно сделать ещё одно движение пальцем, чтобы увидеть вторую половину значений. Ну и после очередного путешествия я понял, что очень часто переключаюсь, выбирая разные методы фокусировки, в зависимости от обстановки, и доступ через меню оказывался не самый быстрый. Поэтому я посадил вызов метода фокусировки на нижнюю качельку. Теперь это занимает у меня меньше четверти секунды. Для того, чтобы присвоить или переприсвоить функции, выполняемые механическими кнопками, нужно зайти в менюшку на пятой закладочке, в строке, где гаечный ключ нарисован, самая верхняя строка «Пользовательские функции». Заходим сюда. И видим пиктограммки механических кнопок и те функции, которые им присвоены. Если нажать кнопочку «Сет», мы попадаем в меню настройки каждой кнопки. Так вот, кнопки «MFN», которые находятся на верхней панельке, я присвоил функцию переопределения баланса белого. Вот если я нажимаю на кнопочку «Сет», здесь у меня появляется выбор того, что же я хотел этой кнопке присвоить. У меня сейчас стоит баланс белого. И кнопочки с изображением мусорной корзины, это нижняя качелька, я назначил функцию выбора метода фокусировки. Возможность вызова на экран электронного уровня и возможность быстро переключать настройки баланса белого и метод фокусировки – это вот то, что мне реально помогает в повседневной жизни. Рассказ, может быть, получился излишне длинноват для таких, казалось бы, простых вещей. Но судя по комментариям, которые я читаю под роликами, выясняется, что ролики-то мои смотрят в основном новички. И такие подробные рассказы скорее во благо. Хотя, конечно, опытные товарищи могут где-то и посмеяться. Но, несмотря на это, я призываю вас ставить пальцы вверх. Если вы нашли для себя что-то новое и полезное, поддерживайте канал. За просмотр спасибо. Всем удачи.